Чувствуется, что другая сторона нашей страны, и, честно говоря, мне тоже очень хочется побывать во всех этих городах, потому что чувствуется, что там есть что-то такое, нам здесь незнакомое. Поэтому большое вам спасибо, дальнейших творческих успехов, возможно, и материальных, может быть, у нас есть какие-то коллекционеры, может, они заинтересуются, может, будет какая-то отдача от вашего великого подвига. И посмотреть на выставку целиком, не через неделю. Работу обещают привезти завтра, поэтому через два дня уже можно увидеть выставку в полном объеме. Красноярск он не обделен количеством художников за Уралом, наша организация Красноярск. Я думаю, что в большей мере польза все-таки для красноярцев, потому что уж точно не каждый из них смог бы поехать на Дальний Восток для того, чтобы познакомиться с творчеством художников, которые представили сегодня эти работы. Но то, что Академия все-таки эта планка самая высокая и самая ответственная, я думаю, что это понимают, безусловно, все, кто организует и проводит выставки в нашем отделении. И от нашего отделения, лично от Анатолия Павловича Левитина, всем большой привет и низкий поклон, поздравления и благодарность. Листровому Владимиру Сергеевичу. Серовому Владимиру Артемьевичу. Каченко Александру Васильевичу. Звереву Евгению Вячеславовичу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В этой выставке есть у нас очень хороший художник Виталий Павлович Лоханский. Он заслуженный художник. Он председатель находкинского отделения Союза художников. Он решил в находке сделать выставку. И пригласил несколько художников по Дальнему Востоку. Просто выбросили на его симпатию, кого он захотел. Он пригласил Лёшку Авдеева, меня, Александра Васильевича, Хрустов Володя был. Это было первое начало. Мы сделали эту выставку. Во-первых, все разные. Кто-то классный художник, кто-то не умеет рисовать, как я. В общем, чтобы не было скучно. И это как-то все пошло. Публика хорошо восприняла. Приехали во Владивосток. Народу много, художники собрались. Ну и он предложил, чтобы не поехать дальше. И в городах появляются наши люди, которые близки нам. Женя Зверев, Владимир Артемьевич Серов. Это наш председатель уссурийской организации. И вот этот круг художников расширялся. Мы доехали до Хабаровска, потом поехали в Благовеченск. В прошлом году мы показали... Все художники выставились в Харбине в рамках первого российско-китайского экспо. Ну и потом на зональной выставке мы забросили удочку. Сергею Евгеньевичу, ну как бы там... Нам бы до Красноярска добраться. Он говорит, хорошо, пишите там бумаги, все. Значит, мы написали. Это в 2013 год. В 2014 году должна была быть выставка. Ну, я понял, что Анатолий Павлович Левитин сказал, что он должен сам все это дело посмотреть. Что-то как-то. Ну, в общем, нам год еще на подготовку. Но дело в том, что выставку, часть картин мы по дороге теряли. Ну, вы понимаете, в каком смысле теряли. Как своих сюжетов многие... Александр Васильевич, он заразил, допустим, многих художников академической дачей. Мы туда ездим. Здесь сюжеты с академической дачи. Появились сюжеты с Камчатки. Вот у меня, например, с Хакасией появились. Я только в этом году был в Хакасии. Полст оттуда. И самое еще очень хорошее такое, вот я заметил во всех городах, что министры культуры сейчас женщины очень обаятельные и красивые. Никита Александр приехал в Красный Ярд. Какой классный министр. Потому что впервые я увидел министра, это Айгистову, это на Камчатке. Которая приходит в мастерские, общается с художниками. И мы-то все вокруг нее собрались. Где же, когда же можно с министром рюмочку... Вот в Камчатке. Потом приехали в Хабаровск, сейчас женщина-министр. Приехали в Хакасию. Министр тоже пришла на выставку. Так я так посмотрел, жечь налаживается. Так надо ездить. Большой проект. Белая выставка. Это когда мы вместе с Китаем. Это совместные такие проекты. Вот Женя Зверев-Благовечен, когда они с Китаем там, это считай... Живут они. Да. Вот такие проекты. Вот такие люди собрались. Моторчики такие вот. А здесь вот увидели. Сергей Форостовский. Он такой... Еще и не моторчик. Живчик. А что мы чуть-чуть задержались. Это же надо было все сохранить. В общем, Красноярск очень доброжелательный город. Украина. Люди все близкие. Вот Кузаков. По интернету только вроде бы. Сейчас он ни разу хотел... Мы хотели просто познакомиться с ним. Потому что... Очень такой вот. Спасибо, что приехал. Быстро. Успел. Вам, дорогие друзья, крепкого... Крепкого здоровья. Студентов. Я бывший студент в Академии. С пленера вижу уже здесь. В Хакассии. Вот. Дай Бог процветания Академии Художеств. Дай Бог здоровья вам. Анатолий Павлович Улевитинов. Надеюсь, что мы его... А завтра увидим. Да. Надеюсь, что мы его увидим. Кстати, он, наверное, тоже чуть-чуть роль сыграл. Нашего... Так что мы посмели... В прошлом году мы с ним познакомились на Академической даче. Искольки у 꿈... Кprüки улич. Продолжение следует. При提 tac как большаяwyddельная abonnка. Гли archи più успешную жизнь псих vịей. При definи на Sabbath наvity. Собясленность有點 кондережно фибрация! Отк everybody, как это нравится с потерmemбольшим имеет отношения микроэкstate. Стучно, мой раз. Улькратно, а вот что то вы кто-неший, Продолжение следует... Может быть это обусловлено природой, может это обусловлено тем, что огромный вал субкультуры, который захватил всю Европу, он еще не докатился в полной мере до наших регионов. Поэтому люди, не все люди думают только о деньгах, только о какой-то своей конкретной выгоде или наградах. Все выставки, которые организовывались, в том числе и с Дальнего Востока, это и Магадан и Комсомольск на Амуре, это и Хабаровск, это и Благовещенск. Это выставки, которые сделаны на хороших дружеских отношениях, поэтому мы всегда искренне рады тому, что в наших залах замечательные произведения. Хочется еще раз всех нас вместе поздравить с этой замечательной выставкой. У Красноярцева будет целый месяц возможность прийти, увидеть новые работы, новые имена. Может быть и приобрести, если кто успел скопить. Еще раз все с праздником! Спасибо. 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 Спасибо.